В эфире программа «Квадрат» ведущий журналист Дмитрий Синочкин. Сегодня говорим о рынке недвижимости, о рынке жилья и не только. Гости студии «Фонтанки» Елизавета Якулева, руководитель отдела маркетинга и аналитики лаборатории метров. Добрый день, Елизавета. Добрый день. Сергей Нагай, руководитель проекта «Салют» комплекс апартаментов на Пулковском шоссе, на Дунайском проспекте, угол, да? Да. Добрый день, Сергей. Добрый день. У нас сегодня комплексная задача. Я решил, что неправильно говорить о рынке жилья, только говоря о рынке жилья. Ни мы, ни юристы, ни чиновники так и не разобрались, куда отнести апартаменты. Юридически это не жилые помещения, по факту бывает и так, и так. Используется как жилье, а вот в сегменте аренды, это уж точно, апартаменты занимают все более заметное и видное место. Сначала общие наблюдения и те тенденции, которые сегодня важны. Из Москвы сообщили аналитики нескольких крупных организаций о сокращении предложения на вторичном рынке. Симптомчик понятный, симптомчик очевидный. Падение цен в столице на перегретом столичном рынке привело к тому, что некоторые собственники стали снимать свои варианты, потому что не хотят по сложившимся ценам продавать квартиры. Не готовы. Допустимо. Петербург обычно отстает от Москвы на несколько месяцев, если говорить о текущем рынке, или на несколько лет, если говорить о развитии определенных сегментов. Но и в Петербурге коллеги из бюллетеней недвижимости отмечают сокращение числа вариантов. Это ножницы. Это классические ножницы рынка. И определяются они не аппетитами владельцев жилья на вторичке, а затратами строителей. Себестоимость строительного рынка растет, тарифы подрастают, цемент, по крайней мере, не дешевеет, металлопрокат на 40% вырос, затраты растут с каждым месяцем. Цены, по которым первичку можно продавать, не растут. Тем не менее, застройщики говорят о том, что они вынуждены будут осенью повышать цены. Такие сообщения пришли уже от нескольких крупных компаний. Продавцы к этому готовы. Скорее всего, рынок будет сокращаться. Вот не грозит ли коллапсом эта у нас интересная история, когда себестоимость растет, а продажной цены нет. Елизавета, ваше мнение, как сегодня чувствует себя спрос и предложение на рынке новостроек? Прежде всего, ближняя Ленобласть, о городе поговорим отдельно. На протяжении последнего года цены стоят на месте, действительно, и тенденции к снижению цен нет. Возникают, конечно, новые акции от застройщиков, которые привлекают покупателей различными методами, включая дополнительными подарками, путевками на море. Субсидирование процентных ставок по кредитам. Уже есть кредиты там 8 с чем-то процентов, 9 процентов. Да, вот такая знаменитая ставка 7,7. На самом деле ставка это не банковская. Да, конечно, конечно. А ставка субсидированная. И когда начинаешь копать глубже по вот этим небольшим ставкам, то выясняется, что ставка такая же, как на рынке. Но сейчас ставка Центробанка снизилась, и ставка по ипотечным кредитам также снизилась на полпроцента. Например, Сбербанк дает ипотеку от 11,4 процентов годовых. Много говорят о том, что с Нового года, с 1 марта, скорее всего, отменят субсидирование, отменят программу субсидирования ставок. Да, банковский сектор это признает. Вот. Влияние, конечно, окажет это существенное. Говорили еще в начале 2016 года, что будет отменена ипотека с господдержкой. И в первом квартале 2016 года резко выросло количество кредитов полученных. Так, погодите, давайте разбираться. Это у нас психологический фактор, у нас такая подгонялка, да, страшилка для покупателей. Вот государство перестанет поддерживать. Только что мы с вами разобрали, что у нас государство и, в общем-то, не сильно влияет, потому что, если застройщик готов поддерживать ставку на уровне 7,7%, ну, это гораздо больше, чем государственное субсидирование, полутора процента. Но, на самом деле, сейчас ставки снижаются, и собственные ставки банка, то есть ставки без господдержки, также снижаются постепенно. Некоторые банки уже заявили о своих намерениях, о снижении, некоторые уже снизили. То есть собственные ставки банка скоро достигнут того же уровня, что ставки по государственной ипотеке 12%, и отмена государственной поддержки ипотеки не будет таким глобальным существенным ударом по отрасли. Договорились. То есть на рынок это не сильно повлияет, а вот на психологию покупателей, может быть, влияние какое-то давление дополнительное окажет. У нас как чего собираются отменять, народ быстренько подбирается и бежит покупать квадратные метры. Это не раз было. Это было при любом скачке валютных курсов, народ инвестирует в бетон. При внешнеполитических потрясениях народ инвестирует в бетон. Вот не в рубль, даже не в доллар, а в квадратные метры. Такая странная особенность психологии. Когда стоимость квартиры приближается к стоимости автомобиля, люди также предпочитают инвестировать в бетон. Это где у нас такие квартиры и такие автомобили? Квартиры такие есть, в том числе в Ленобласти. Люди, у которых автомобиль за полтора миллиона, не покупают квартиры за полтора миллиона. Но есть тенденции, да, все-таки выгоднее вложить в такую квартиру, чем покупать новый очередной автомобиль. Это вы объясните тем, кто Rolls-Royce покупает. Они, боюсь, не согласятся. Рынок кредитов насколько важен для жилья? Какая часть покупателей использует ипотечные кредиты по проектам «Навис»? В нашей компании порядка 60% это покупки в ипотеку. И порядка 30% это покупки при единовременной оплате. Вот смотрите, я разговаривал вчера с Николаем Урусовым, руководителем проекта «Неоклассика» «Красная стрела». У него 30% покупает ипотеку. Вот между 30 и 60 где-то лежит основной диапазон у нас. Зависит от категории жилья, от состава и от покупателей. Апартаменты от ипотеки зависят меньше, если вообще зависит. Апартаменты в ипотеку покупают не то, чтобы реже, а просто намного реже и менее охотно. Тем не менее, ипотечный рынок сам по себе, рынок жилья сам по себе. Начинает ли жилье и апартаменты конкурировать друг с другом? Сергей, ваше мнение? Мое мнение, что они не конкурируют с друг другом, потому как есть четкое понятие те, кто хочет купить жилье, и есть четкое понимание у тех, кто хочет купить апартаменты. Уже отстоялось, что апартаменты — это не жилье? Уже все понимают совершенно четко, что апартаменты — это не жилье, что там нет прописки, нет определенного социального пакета и так далее. Но апартаменты стоят дешевле. В жилье тоже посплошь и рядом нет никакого социального пакета. Ну почему? Ну где-нибудь в хистом поле стоит жилой комплекс, и социальный пакет там появится, дай бог, лет через 10. Но он появится. Да, возможно. А у вас апартаментов в московском районе вокруг этой социалки достаточно? Ну, тем не менее, вот мы наблюдаем за портретом покупателя, и мы видим, что в основной части это инвесторы, которые приобретают... В основной части больше половины? Вот уже сейчас мы видим, что больше половины, да, покупают инвестиционных сделок для того, чтобы в дальнейшем сдавать в аренду. Потому что здесь прослеживаются явные преимущества. Там апартаменты дешевле, чем жилье такого же класса, да. У вас в третьей очереди 1,9 миллиона? Ну, мы стартовали сейчас, третья очередь у нас стартовала, да. Цены, по-моему, начинаются от 1,850. 1 миллион 850 тысяч. То есть найти однокомнатную квартиру по этой цене в московском районе, по крайней мере, не представляется? Студию, скажем так, неоднокомнатную квартиру, а студию, да. Нет, студии в московском районе начинаются где-то от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Понятно. А то и от 2,5. Понятно, понятно. И больше половины покупателей собираются в дальнейшем сдавать в аренду. Совершенно точно. Среди ваших покупателей количество частных инвесторов или тех, кто собирается, ну, по крайней мере, говорит об этом на ранней стадии. Сколько процентов? У нас менее 10% это инвесторы. И такая тенденция, что сейчас у нас полностью раскуплен проект Шотландия. Там остались только студии. На самом деле там было разное количество квартир. То есть в первую очередь в Шотландии студии не пошли? Не пошли. С учетом того, что в квартирографии они занимают меньше 20%, студии не пошли, раскуплены... То есть не пошли ровно потому, что инвесторов нет, ровно потому, что сдавать в аренду... Шотландия — это у нас Агалатовское сельское поселение, да? Да, верно. Сдавать в аренду жилье в Агалатова не так просто. Ну, на самом деле наш проект достаточно интересен, и он будет наверняка конкурировать с Мурино по своему наполнению. С Мурино не трудно конкурировать, честно говоря. Ну, да, в Мурино 80% представлено квартир студии, в квартирографии тех проектов, которые там представлены. То есть у вас для конечного пользователя? Для конечного пользователя студии также покупаются, но чаще всего родители покупают для подрастающих детей. Вот сегодня по дороге один из радиоканалов передавал московскую слотку арендных столов. И я удивился, насколько это близко к петербургским, потому что, ну, Москва, по крайней мере, отчитывается, что в 10 минутах от метро единичка стоит 20 тысяч минимально. Самая нижняя граница от 20 до 25. Это не принципиальная разница с Петербургом. Двухкомнатные, трехкомнатные подороже, там 25-35 двухкомнатные, 35-45 трешка. Это не самая лучшая локация, но, по крайней мере, цены конкурентные. По данным аналитиков, в Петербурге квартиры, которые сдаются в аренд, окупаются за 11 лет в среднем. В Москве за 14. Все-таки там продажные цены все еще выше. Насколько важна вот эта вот величина, насколько важен срок окупаемости для инвестора? Или для него важнее иметь постоянный источник дохода? Сергей, по вашим покупателям, по вашим наблюдениям. Ну, безусловно, срок окупаемости – это, можно сказать, кит, на котором лежит весь этот бизнес. Потому что срок окупаемости апартамента, безусловно, быстрее, чем у квартир. Потому что изначально они стоят дешевле, а сдаются они дороже. Ставки выше. Ставки выше, да. Плюс клиент 15-20%. Значит, апартаменты – это все-таки гостиница. И там есть сезонность. Зимой, я бы сказал, в такие периоды, как осенне-зимние, да, где-то плюс 10-15, а то и 20%. Так что, я на год не смогу сдать? Можно на год сдать, да. Но летом начинается высокий сезон, и в этом году мы это увидели. Ну, я потеряю летом, зато не буду рисковать зимой. Ну, можно и так, но летом слишком хорошо получается. Да, потому что вот я смотрел, как сдаются апартаменты «Салют» на букинге, да, двухкомнатный номер, это аналог однокомнатной квартиры, значит, сдавался в сутки от двух с половиной до трех с половиной тысяч рублей. Это посуточная аренда. Без учета комиссионных управляющих компаний. Это 35 тысяч. Я же должен платить, чтобы... Я думаю, что это с учетом комиссионных. То есть комиссионные здесь уже находятся. Даже вот так, комиссионные берут арендаторы, да? Нет, я думаю, что комиссионные в этой сумме находятся. То есть надо комиссионные отнять, а это порядка 50% еще. Ну, не трагично. Получается, что апартаменты конкурируют за покупателя жильем в инвестиционном сегменте. Ну, причем вот ваши 10% инвесторов, это, конечно, очень невысокий показатель, Елизавета, потому что, ну, последние исследования, которые я знаю, они касались Северной долины и как раз-таки района Муриной-Девяткина. В Северной долине там порядка 30%. Людей собирались сдавать в аренду или, по крайней мере, меняли владельца квартиры. В Муриной-Девяткина там то же самое, там 25 до 35%. Люди не собирались там жить. И вот эти покупатели, они, конечно, напрямую конкурируют с апартаментом. Еще одна важная составляющая. У нас 1 октября народ по России начнет получать новые налоговые уведомления. В Петербурге или на области пока еще нет. У нас кадастровая стоимость введена в 15-м году по 28-30 регионам, 28 плюс Москва. И в 16-м году ввели в Петербурге или на области. Это значит, что новые цифры мы получим все-таки через год с новыми ставками. Но, однако, о налогах народ уже задумался. О кадастровой стоимости спрашивает кто-нибудь из ваших клиентов, Елизавета? Нет, пока вопросов от клиентов не поступало. Однако сельские поселения неоднократно, ежеквартально интересуются, какая у нас средняя стоимость квадратного метра. То есть они рассчитывают, что налоги от новостроек пополнят местный бюджет? Да, они уже заранее готовятся и считают. А вы пойдете оспаривать вместе с жильцами и доказывать, что цена завышена. Интересуются ли налогами ваши клиенты, Сергей? Безусловно, интересуются налогами, но в нашем случае люди, которые приобретают апартаменты, они регистрируют ИП и сдают в аренду, скажем, в белую от индивидуального предпринимателя. ИП это 6% за все? И в том числе на налог на недвижимость. Ну, я утешу тех, кто пока не собирается регистрировать ИП. Вчера мы разговаривали на круглом столе недвижки с представителями Росреестра и с юридической компанией Качкин и Партнеры. Пока в Петербурге так и не придумали, как отделять апартаменты от гостиниц. Пока апартаменты не попадают в перечень объектов, которые будут взимать налог по кадастровой стоимости. Так что, если там останется 2%, это будет от балансовой стоимости. То есть суммы все равно будут какие-то более-менее гуманные. Потому что, если завинтить всех по кадастру, то начнут бывать кадастровую стоимость гостиниц, на чем гостиничный бизнес будет получено изорваться. Потому что еще и налоги, там и так сроки окупаемости даже не 10, 12, а 15, 18 лет. Хорошо. То есть пока что это дело нам не грозит, но покупатели понемножку начинают учитывать. Я читал выступление Александра Львовича, генерального директора НАВИСа, что он предполагает в ближайшее время строить в основном малоэтажку. И пока не будет заниматься высокоэтажным, высокоблотным строительством. У нас малоэтажка сейчас занимает 5-7% рынка. Примерно 5% предложения и 7% спроса. Это мода или эта тенденция будет усиливаться, Елизавета? На взгляд наших исследований эти тенденции увеличиваются. И сейчас, на самом деле, в Ленобласти, где-то и в Санкт-Петербурге предлагается около 100 проектов малоэтажного строительства. И только считанные единицы из них строятся. То есть тенденция вообще глобальная, заявлены и продаются многие проекты. Но строятся и популярны, востребованы среди покупателей и только те темпы строительства, которых... Там, где стены на глазах, там, где можно брать фотоотчеты и там, где стоят видеокамеры наблюдения прямо на площадке. Да, я участвовал в рейтинге малоэтажных проектов. Картинка очень интересная. 120 проектов, из них я половина застройщиков не знаю. Вообще не знаю, хотя должен был. Вот неизвестные мне компании строят там и сям. Есть очень хорошие средние фирмы, есть такая не самая известная компания «Викингстрой». У них что-то больше двух десятков проектов. Во всех райцентрах. Но они рассчитаны на локальный спрос. Да-да-да, это локальный спрос. Они достраивают, строят и... Трех-четырехэтажные домики в Сосново, там, Красногорск, там еще где-то, еще где-то. Там, где есть больше нескольких тысяч населения, они находят своего покупателя. Это вполне разумно. Но мы говорим о малоэтажке, которая начинает серьезно конкурировать с высокоэтажной застройкой в ближнем пригороде. Потому что в городе земли не то чтобы нет. Нам давеча госстроенадзор отчитался, выдано разрешение на 7 миллионов квадратных метров. Это только за первые полугодия 2016 года. В четверо больше, чем в 15-м. У меня нет уверенности, что эти 7 миллионов метров кто-то будет на самом деле строить. Ну, скорее всего, застройщики спешат получать сейчас разрешение. Пока новые правила не вступили в силу. Да, новые правила, не обрезали им количество этажей, площади, социалку и все остальное. То есть это только такие планы, которые отодвинулся на перспективу. Потому что потом переносить сроки можно бесплатно. За это лишних денег не берут. И как раз о правилах. Наша первопрестольная живет по собственным правилам, как известно. Московские законы не читают о российском. И в Москве вообще нет правил взаимопользования застройки. То есть они не приняты и не действуют. Вот именно поэтому там такой рассвет апартаментов. Да, Сергей? 30% рынка апартаменты. Половина нового предложения апартамента. У них апартаменты строят в промзонах, вместо офисных зданий. И иногда вместо гостиниц. У нас все-таки картина другая. У вас земля гостиничная, да? Да, безусловно. У нас функция гостиничная. И к гостиничной функции ни у какого земельного надзора никаких претензий нет. Но именно это и сдерживает развитие рынка. На ваш взгляд, достаточное количество новых проектов появляется? Ощущаетесь ли вы растущую конкуренцию или пока нет? Проекты, безусловно, появляются. Но удачных проектов очень мало. И я бы не сказал, что прям как грибы они появляются. Очень точечно, очень выборочно. И в не очень больших объемах. Ну, казалось бы, отчего бы не строить студии до 2 миллионов, если это так востребовано и таким спросом пользуются? У нас мало гостиничных пятен, у нас мало опыта, у нас не хватит спроса. А в чем причина сдержанности застройщиков? Почему не идут большие инвесторы в этот сегмент? Ну, сегмент на самом деле сложный. Потому что, ну, все понимают, что жилье стоит дороже, апартаменты стоят дешевле. Рынок уже сложился. И никто, на мой взгляд, не будет покупать апартаменты, если они будут стоить так же, как жилье. Все пойдут в жилье. Опять же, нужно разделять апартаменты. Есть апартаменты именно гостиничного плана, вот как салют. А есть апартаменты именно жилье, ну, как бы жилого плана. Вот, допустим, там был такой небезызвестный проект «Пятый элемент». Ну да, но это такой скандальный проект. Ну, это совершенно разные проекты. Там сейчас произошло снижение цены с миллиарда до 560 миллионов. Там продается апартамент. Где-то 20% только обитаемо этого дома. Снижение сильное, но просто слабое. Я не готов, что назвать, хотя бы еще один проект, в котором апартаменты используются как жилье. Вот у вас есть примеры, которые можно привести? Ну, примеры есть, но я не буду их приводить, потому что... Хорошо, в дорогом сегменте или в эконом? В дорогом, конечно, в дорогом. Только в дорогом сегменте. Только в дорогом сегменте. В эконом-сегменте это не работает. Потому что дешевые проекты, они гостиничные. Они все у нас гостиничные. То есть, конкуренция идет, наверное, в разных плоскостях. Напрямую с жильем вроде бы и не конкурирует. Только за инвесторов. И если я правильно помню наши с вами предыдущие разговоры, есть дополнительные требования, которые к жилью не предъявляются. То есть, гостиница должна отвечать определенным стандартам. Там по безопасности, по входам. Конечно, да. Гостиница, во-первых, проект делается на основании гостиницы. Со всеми требованиями, со всеми подсобными помещениями, которых набирается достаточно много, которых совершенно нет в жилье. И поэтому соотношение, так скажем, полезной площади к общей площади в гостиницах выше, соответственно, в апартаментах. Это достигает до 35%. Если это невысокий уровень. То есть, 35% площади, которую вы не можете продавать. Да, совершенно точно. Общее имущество. Если уровень чуть выше, это может дойти и до 50%. А в жилье, насколько я понимаю, комфорт класса, допустим, 25%, 27%. То есть, рентабельность в апартаментах гораздо ниже, чем в жилье. Опять же, продажная стоимость ниже. А вот себестоимость выше, потому что все-таки апартаменты, функция гостиничная, и нужно, чтобы гостиница выглядела, как гостиница. Да, а не как жилой дом. Соответственно, уровень отделки выше, холлы и так далее. Вы будете проходить сертификацию и получать нужное количество звезд? Я думаю, мы все-таки относимся к сегменту апарт-отелей. И апарт-отелям это, на мой взгляд, не нужно. Потому что апарт-отель, он и есть апарт-отель. А если заставит, тогда управляющая компания, я думаю, что об этом позаботится. Потому что все-таки это заработок управляющей компании больше, чем застройщика. Управляющая компания сдает в аренду и получает от этого доход. Но проблем с получением сертификации у вас не будет? Никакой, да. Потому как, еще раз хочу повториться, что наши апартаменты — это гостиница. И, соответственно, они построены в соответствии с гостиничной функцией. По проекту это в чистом виде гостиница. Тут есть такая боковая веточка. Вчера на круглом столе разбирали совершенно замечательные примеры из судебной практики. Ну, у нас началась такая усиленная волна земельного контроля. Входят контролеры и проверяют, правильно используется участок или нет. И там были совершенно анекдотические случаи. Потому что, ну, институт. В институте столовая. Вот столовая — это использование земельного участка не по назначению. И за это штрафуют. Особенно выделено в отдельное помещение. Я знаю, что в коттеджных поселках довольно много проблем с тем, чтобы поставить магазин на территории. Ну, территория ИЖС. Какой магазин? Откуда? В здании гостиничного типа эти проблемы автоматически не возникают. Потому что там и кафе, и ресторан должны быть по умолчанию. И ресепшн там должно быть. С коммерческими помещениями в жилых домах немножко интереснее и сложнее. Есть еще одна особенность. По судебной практике владельцам апартаментов в случае банкротства застройщика вряд ли достанутся помещения. Им придется претендовать только на деньги. Это создает дополнительные риски. И это диктует дополнительное, обязательное внимание к тому, кто у нас застройщик. Вот если в жилых проектах про новую этажку мы говорили, да, половина застройщиков неизвестна. Но есть котлован, есть пятно, есть какие-то там права, есть какое-то количество договоров, может быть, достроено. Вот такой легкий подход к компании застройщикам апартаментов не допустим совершенно. Только фирма, которая на рынке не первый год, только фирма, у которой часть проекта уже успешно реализована, как у Пионера, например, или как у Союз Инвест Девелопинг, которая строит Салют. Вот уже там два корпуса введены, они работают. Можно двигаться дальше. Потому что здесь риски будут, конечно, другого рода. Сергей, ваш прогноз. Вот вы сказали о тех же самых норницах, с которых мы начали. Себестоимость подрастает, затраты есть, а поднимать цену конечного продукта нельзя. Я понимаю, что вы выигрываете на местоположении, потому что апартаменты получаются там, где нельзя строить жилье, назначение земли другое. И вы выигрываете на дополнительных сервисах и на том, что инвестор составляет больше половины покупателей. Как себя будут вести цены? Сможете ли вы поднимать цены, если рынок жилья останется на сегодняшнем уровне, не будет расти? Я думаю, что мы будем жить все равно от общего рынка. То есть все равно от уровня рынка жилья, да? Конечно, да. То есть если рынок жилья вверх не пойдет, значит и мы будем оставаться на том же уровне. Маржа будет уменьшаться? Маржа будет, и без того маленькая, будет уменьшаться все сильнее. Акционерам не будете начислять дивиденды? Да. Но в связи с тем, что у нас местоположение комплекса достаточно интересное, пока мы в этом не испытываем сложности. У нас есть устойчивый поток клиентов. То есть стабильный объем продаж, комплекс пользуется спросом, и мы немножечко цены, скажем, дифференцируем. Каким образом? То есть сначала у нас одна цена достаточно невысокая, потом она у нас подрастает, подрастает и под сдачу. В принципе, под сдачу у нас цена уже сравнивается практически с жильем. Разница между нулевым циклом и финишным этапом сколько процентов? Ну, она может достигать и 30%. То есть 30% разница на нуле и на финиш. Да. И строительный цикл полтора года? Год? Нет, в среднем полтора года. Полтора года просто идет. По вашим проектам, Елизавета, есть ли разница между стадией котлована и стадией завершения? Конечно, разница есть. Наш строительный цикл, так как мы малоэтажное жилье, короче, в зависимости от количества корпусов, и тоже порядка 28-35% это разница на стадии котлована. Но я говорю это на примере наших новых проектов, которые вышли. Вот в первой очереди они дешевле стоили, а в последующей очереди на нулевом цикле они уже выводятся дороже. То есть проект Шотландия, он выводился от 48-46 тысяч за квадратный метр. Сейчас выведена новая очередь. Там стоимость жилья начинается уже от 58 тысяч за квадратный метр. Сергей, у вас текущая стоимость по третьей очереди? У нас мы стартовали где-то с 80 тысяч рублей за метр квадратный. Ну вот по официальной статистике средняя цена в Петербурге на уровне 104. Это рынок в целом, мы не любим считать рынок в целом, все-таки видку отбрасываем, получится порядка 91-92, 92 тысячи рублей за квадратный метр. То есть у вас стартовая цена ниже рынка. Но у вас выше, чем в пригородных проектах, включая комфортную малоэтажку. Мы не случайно сегодня практически не говорим об основном рынке. Мы не говорим о городских новостройках, которых, слава богу, тоже 5 миллионов квадратных метров. И мы говорим о тех сегментах, которые новые, относительно новые для нашего рынка. Малоэтажка комфортная возникла 3 года назад, апартаменты 3-4 года назад появились. У наших граждан появляются немножко другие возможности выбора, больше вариантов. И вот на этом фоне еще один вопрос, который я хотел с вами, коллеги, обсудить. Ну, наверное, каждую неделю мы слышим что-нибудь интересное о том, что государство будет развивать программу арендного жилья. И АИЖК вдруг начинает скупать апартаменты в Москве. Причем такие апартаменты, которые... Ну, мягко говоря, не то, что там не по 80 тысяч квадратный метр, а практически по 800. На Арбате. Ну, ладно, это дело АИЖК, собственно, это их коммерческое. Если все-таки... У нас есть один дом, который там сдан, где там люди действительно получают квартиры в аренду, по половине, там, примерно, две трети рыночной ставки. Уж не помню, как эта улица называется. На краю географии на самом. Но, тем не менее, такие дома появляются. Если этот сегмент будет развиваться, если город сможет покупать или строить жилье, в котором для определенных слоев населения ставки будут ниже рыночных, повлияет ли как-то это на рынок жилья? Повлияет ли цивилизованность и развитие рынка аренды на рынок жилья? Я напомню, у нас аномально высокий процент собственников. У нас 85% собственников. Такой процент собственников есть только в странах бывшего социалистического лагеря. В Чехии, например, да, там, близко к нашему. В Венгрии, где-то еще. Европа 50-60 максимум. Даже в Штатах, где собственность всегда была в цене, в последние годы количество собственников сокращается, арендаторов становится уже больше, до 40%. Мы находимся в странной точке. Развитие рынка аренды приведет ли к сокращению спроса на рынке жилья? Елизавета, ваше мнение? Мое мнение, что на рынок эконом-класса это может повлиять, а на рынок комфорт-класса, в котором мы сейчас строим, и, ну, соответственно, более высокие уровни жилья, это не повлияет. Вообще есть тенденция европейская такая, что люди уже меньше привязываются к месту и становятся больше кочевниками, не привязываются к жилью. Спасибо, это факт. Если мы говорим о развитии экономики хоть о какой-то мобильности, то, конечно, должно быть арендное жилье. Хотя, конечно, наши предприниматели выкручиваются и в этой ситуации, приходят в Тихвин вагоностроительный завод, он первое, что делает, сразу за площадку, он строит несколько жилых зданий под льготную ипотеку. Nokia Tires. Четыре или пять жилых корпусов с льготной ипотекой. То есть все равно не аренда, а все равно вот привязывать таким образом. Но я согласен с тем, что перемещение рабочей силы, конечно же, необходимо. Ваше мнение, Сергей, будет ли влиять развитие рынка аренды на сокращение спроса на собственность? Все зависит от объемов рынка аренды. Соответственно, как государство собирается все это воплощать в жизнь, в каких объемах. Если это будет очень массово, если это займет, ну, к примеру, сейчас у нас строится 5 миллионов метров квадратных жилья, и если государство скажет, вот мы решили построить 2 миллиона квадратных метров арендного жилья, то, безусловно, скажется. Фантастический сюжет и не обсуждаем, Сергей. Если это будет происходить в тех же объемах, в которых происходит сегодня, то рынок это даже не ощущает, не чувствует. Один домик, два домика, ни о чем. И не понимает совершенно точно. Согласен. Ну, я бы, конечно, предложил гибридную схему, как модно теперь у нас все гибридное. То есть на каждый введенный на аренду ином надо добавлять ставку контролера, который будет бегать и вылавливать граждан, сдающих в серую. Потому что влиять на рынок аренды может не только предложение со стороны государства или цивилизованных управляющих компаний, но и прищучивание серого рынка, который не платит налоги. Но Москва пыталась это делать, ничего не получается, потому что затраты на администрирование этих доходов получаются выше. То есть пока ты его уловишь, пока ты докажешь, что он сдавал и получал за это деньги, слишком много уходит средств налогоплательщиков. И операция получается тупо невыгодной. Ну и опять же еще одна пугалка нам в очередной раз обещает, что прекратится бесплатная приватизация жилья. Это на моей памяти пятый раз или шестой. Ну, такого порядка цифра. Но тем не менее, повлияет ли обещание прекращения приватизации? Будут ли граждане регистрировать собственность на оставшиеся квартиры? Как полагаете? Я думаю, это не повлияет, потому что уже все зарегистрировали. Это настолько уже длительный процесс, который... Надеюсь, что заявления, допустим, о прекращении субсидирования ипотеки также будут продлеваться и продлеваться, продлеваться. Хотя это так уже глобально не влияет двигателям рынка. Ну, возможно. Моя позиция известна. Я в этой аудитории, наверное, странный человек-изгой, потому что я свою квартиру не приватизировал, и делать это в ближайшее время не собираюсь. Потому что, по моим предположениям, с кадастровым налогом должны были прийти и пришли. С относами на капремонт должны были прийти к собственникам и пришли. А тут еще на подходе заботы о содержании памятников, не побоюсь этого слова, на которые тоже у государства нет денег и времени. И уже первые ТСЖ получают извещение, от Геопа. Что это вы, ребята, плохо содержите ваше здание памятника? Почему оно в ненадлежащем виде? А с кого деньги? Не из бюджета же их брать? Жильцов. 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 И меня это пугает. И меня это пугало с самого начала. Не жильцов, а с собственников. Собственников. Я жилец, но не собственник. Конечно. Прав у меня меньше, но и прищучить меня труднее. Когда меня очень сильно загоняет в какую-то сторону, например, в собственность, я начинаю невольно осматриваться и смотреть, а зачем собственно это надо? Ну, тем не менее. Я полагаю, что арендное жилье будет развиваться просто потому, что это необходимые экономики. Без этого не будет свободного перетока. Без этого возникает дикий рынок, перегретый рынок Москвы. Именно потому, что огромное количество людей стремится в мегаполис. Потому что в кризис в мегаполисе все-таки как-то можно выжить. И если справедливо, те цифры, которыми мы пользовались вот последние несколько месяцев, в Петербурге это давление еще сильнее. Жители Петербурга покупают по договорам долевого участия в два раза больше жилья, чем москвичи на тысячу населения. Вдвое больше. И, в общем, все ньюсмейкеры, аналитики, девелоперы, юристы, которых мы опрашивали, говорят о том, что Петербург для жизни сегодня более привлекательный, чем Москва. Ну, а возможно и другая версия. Возможно, все-таки в Новгородской и Псковской области дела обстоят хуже, чем в Московской и Тверской. Возможно, поэтому. Но, опять-таки, если бы был развит институт арендного жилья, конечно, многочисленные приезжие находили бы более комфортные и приемлемые условия. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы собираетесь на каком-то уровне организовывать ассоциацию девелоперов, которые занимаются апартаментами, какие-то стандарты вводить для аренды? Распространять ваши принципы на цивилизованную часть ренды? Знаете, мы об этом пока не задумывались. Потому как, ну... Потому что вас мало... Вот, на мой взгляд, в Петербурге пока рынка апартаментов еще как таково сложившегося не существует. Потому что есть несколько компаний, которые как-то разрозненно там строят. И, как правило, строительные компании, которые строили жилье всегда. Ну вот, допустим, каким-то образом достался какой-то проект, вот каким-то образом построили мы на нем апартаменты. А дальше мы идем строить опять жилье, как только появляется возможность. Потому что... Это вы о себе? Жильем все понятно. Нет, это я о рынке апартаментов в Санкт-Петербурге. Значит, а мы как раз... Вот сейчас, пока рано об этом говорить, мы скоро запустим еще один очень интересный проект в очень интересном месте. Я думаю, что он будет не хуже салюта. Значит, апартаментов. Да. Потому что мы сейчас умышленно не идем в жилье, потому что, как бы, на наш взгляд, мы про апартаменты уже знаем очень много. И в апартаментах рынок достаточно большой в Санкт-Петербурге, емкий достаточно. И, на мой взгляд, он совершенно неосвоенный. И девелоперы, застройщики туда неохотно идут. Потому что много нюансов. Профессиональный, я бы так сказал. Идут некоторые компании, которым каким-то образом достаются какие-то земельные участки, на которых, вот, кроме, видимо, апартаментов ничего нельзя построить. Нет, ну, это, знаете, тут есть совершенно скандальные примеры, потому что вот этот кусочек в лахте, где компания «Конкорд» на землях медико-реабилитационного назначения построила коттеджи и таунхауса и сдает их как апартаменты. Продает их как апартаменты. И, в принципе, вот мы выясняли с юристами, это не то, чтобы грубое нарушение, но это некоторая подмена понятий. Но закон этого не запрещает? Закон не запрещает владеть больничной палатой в собственности, там жить как угодно, долго, только что без прописки. Да, самое главное, чтобы главврач не возмущался, видимо. Ну, я полагаю, главврач там в погонах, так что там должно быть все в порядке. Вот теперь вопрос, на котором интересы двух сегментов рынка могут смыкаться. Мне непонятно, почему в ближнем пригороде пока не развивается рынок апартаментов, за одним исключением Сестрорецка. Там есть проект, но это, в принципе, городская черта. Почему компания Навес не строит апартаменты и почему Союз Инвест Девелопмент не идет в ближний пригород, где наверняка земля дешевле и с согласованием проще? Вот малоэтажка строится, но только жилье. Апартаменты строятся, но только в городе. Где у нас смычка города и деревни? Пожалуйста, Елизавета, ваше мнение. Нам интересно именно строительство жилья. Это наш приоритет. Ну, допустим, если рассматривать жилье в том направлении, где курортный район, в Репино, там достаточно есть... Там вам не дадут жилье построить. Да, не дадут просто жилье построить, но так как проект может быть интересен и с точки зрения тех покупателей, которые и хотят жить, допустим, на берегу Финского залива, но смиряться с тем, что они будут жить без прописки. Мы рассматриваем такие проекты также, но не с точки зрения апартаментов и сдачи их в аренду, а с точки зрения строительства апартаментов под такое постоянное длительное проживание. А сдача в аренду это не наш сегмент покупать. Понятно. Вам интересен курортный район, Сергей? Курортный район безусловно интересен. Всем интересен. Да. И как бы мы там тоже смотрим, если что-то интересное для себя найдем, мы обязательно... Почему не выдвигаетесь ближний пригород? Нет необходимости? Ну, на наш взгляд, пока город совершенно еще как бы на мой взгляд в плане строительства аренного жилья, скажем так, апартаментов, да, еще очень много интересных мест неосвоенных. Пригород все-таки пока его нужно изучать. Если ходим под застройку малые, об этом все говорят. У нас есть реконструкция, что связано с определенным набором достаточно сложных условий, или девелопмент серого пояса, промка. Промка. Что связано с переводом земли. Да. Очень большая промка, но переводом земли тоже надо заниматься. То есть это долгая история, но пока в городе больше потенциал. В городе потенциал безусловно больше, потому что в городе все-таки больше учебных заведений, больше рабочих мест, там больше всего, нежели, скажем, в области. Те люди, которые все-таки покупают апартаменты с расчетом, что они там будут жить, ну, по крайней мере, там несколько лет, год, два, три больше. Для них это окончательный жилье, или это промежуточный этап все-таки? Я понимаю, что трудно расспрашивать каждого покупателя, но какая-то информация у вас есть, а больше ни у кого нет. Безусловно, это промежуточный этап. Есть небольшой процент, который покупает как бы для проживания, да, они, как правило, покупают уже немножко побольше апартаменты, там, не там 25 метров, да, а покупают уже там 35-45 метров, вот такие там, до 50. Они, безусловно, рассматривают это как временное жилье, как временное жилье, да, потом, либо они их будут продавать, переезжая в жилье, да, либо сдавать в аренду, потому что многие говорят так, что мы сейчас поживем там два-три года, да, потом у нас там, соответственно, там будет прибавление, мы обязательно будем покупать жилье, но апартаменты мы продавать не будем, мы будем их сдавать в аренду, как бы вот у нас какой-то такой свой... Страховочка. Да, кусочек бизнеса, страховочка, черный день, пенсионный фонд, все это по-разному называют. Это был последний вопрос, хотел его задать. Вот нынешние новости про накопительную часть пенсии, увеличат спрос на апартаменты, вообще на доходную недвижимость? Ну, нам честно сказали, ребята, копите сами. Копить не у всех выдержки хватает. Да. Будете ли вы использовать это в рекламе? Вот, твоя пенсия и апартамент с объявлением сдается. Ну, на тему пенсии мы, наверное, использовать не будем, потому что все-таки... Негуманно. Негуманно, да. Пенсия есть пенсия, потому как не каждый может накопить на апартамент, чтобы купить, потом издавать в аренду, да. Поэтому это все-таки инвестиционный продукт. А люди, пока молодые, да, они все-таки должны уже думать о своей пенсии. И какой шаг они сделают, это их выбор должен быть. Значит, есть банки, там, есть депозиты. Вот сейчас последний год показал, опять же, много историй, что банки рушатся и как бы с депозитами возникают проблемы. Поэтому каждый должен сделать сам свое. Это у нас уже просто привычно. Каждую неделю Центробанк отзывает одну-две лицензии. Совершенно точно, да. Причем в том числе у банков с первой сотой. Мне кажется, это просто уже такой бизнес. Центробанк отзывает лицензии, банкир пропадает в Лондоне, а граждане получают деньги из АСВ, то есть из наших с вами налогов. Не скажу, что мне очень нравится эта финансовая схема, как-то крайне неприятно. Последний вопрос. Ваш прогноз. Будут ли цены расти до конца года, если будут в каких пределах, Елизавета? Я предполагаю, что до конца текущего года цены будут расти в пределах 10%. Это много. До сих пор у нас 3,5%. Но в основном будут расти по уровню увеличения строительной готовности у надежных застройщиков. Предполагаю, что у компании, которые и так ничего не строят, возможно, что там в пределах одной-двух тысяч на квадратный метр будет повышение. Однако в следующем году 2017 мы ожидаем более высокий рост стоимости квадратного метра. Стесняюсь спросить, а доходы граждан будут расти вместе с ценами? Нет, доходы граждан не будут расти, но цены не могут больше стоять на месте, так как правильно упомянули в начале передачи, что себестоимость возросла значительно, невозможно все заменить импортозамещением, просто нету хорошего... Давайте сложим 2,2. Если цены будут расти, а доходы граждан нет, значит, сократится спрос. Да, это неизбежно. Ваш прогноз, Сергей? Мой прогноз как раз, что спрос, по всей видимости, немножечко будет сокращаться, хоть и предложение на вторичном рынке сокращается, но спрос, мне кажется, будет немножко сокращаться в силу многих причин. Это сейчас долго объяснять, дискутировать. Как бы... И на этом фоне рост будет совершенно незначительным, но рост все равно будет. Но он может быть в пределах, там может быть, 3-5%. То есть ниже уровня инфляции в любом случае. Да, ниже уровня инфляции. Потому что спрос с каждым годом потихонечку снижается. К сожалению. Интересно, чем все это закончится. Ажиотажа нет. Интересно, чем все это закончится. Друзья, спасибо большое за ваше мнение и комментарии. Я полагаю, это было интересно и полезно нашим слушателям. Напомню, сегодня мы обсуждали те сегменты рынка, которые недавно появились, и пока продолжают активно развиваться. Сегмент апартаментов, сегмент малоэтажки. В студии «Фонтанки» были Сергей Нагай, руководитель проекта. Салют, Сергей, спасибо, что приехали, поучаствовали. Спасибо большое. Лаборатория Метро и Дмитрий Синочкин. До встречи, через неделю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова